Всем привет вы на канале CryptoCommons, это быстрый обзор по рынку. Пока у нас биткоин с вами валится вниз, стекает и многие паникуют и думают, что мы сейчас пойдем еще ниже, рисуют цели там ниже 40 тысяч и так далее. Я хочу вам показать кое-какие интересные вещи. Смотрите, друзья. Ну, во-первых, давайте включим дневной таймфрейм и простые мувинги 50 и 100. И что мы здесь видим, что прямо сейчас у нас с вами образовался Golden Cross, да, золотое пересечение. Это у нас с вами бычий крест, как, наверное, вы знаете. И после него обычно, вот как вот здесь, идет хорошее продолжение движения. Несмотря на то, что мы зачастую перед этим дампимся или прямо в этот крест иногда мы дампимся, но тем не менее за ним идет продолжение движения. Сейчас, что мы с вами видим, что мы дампимся точно в Golden Cross, в золотой крест. То есть, опять же, всех высаживают на панику, все ждут цен еще ниже. Что-то в таких случаях делает цена часто разворачивается и идет еще выше. Поэтому вот такой вот есть знак. Как минимум, обратите на это внимание. Плюс еще, что я хочу вам сказать, что меня удерживает на стороне лангов, это картина альткоинов к биткоину. Посмотрите, например, как эфир к биткоину ведет себя. Эфир к биткоину на 30 минутке выглядит нереально по быче, удерживает макротренд и прямо сейчас похоже, что собирается переписать свой локальный хай в 7 миллионов 600 тысяч сатоши. Соответственно, это показывает мне что? Что сила-то на самом деле есть в рынке. И даже пока дампится биткоин, мы видим, что деньги утекают не в тезер, не в стейблкоины, а в альткоины. Вот на примере эфира паттерн очень хороший. По эфиру к биткоину. Собственно, поэтому же мы и видим по эфиру к доллару тоже некое восстановление в рамках восходящего канала сейчас. После, конечно, на первый взгляд жесткого слива, но тем не менее отдаляемся. И напоминаю вам, что тренд у нас идет восходящий уже без малого месяца. Теперь обратите внимание на дэш в паре к биткоину опять же. Дэш к доллару сегодня валился сильный. Соответственно, к биткоину он тоже очень так неплохо упал. То есть падал еще сильнее к доллару, чем к биткоин. На 11% упал. Но обратите внимание, куда он упал. Если мы отдалимся и натянем фибоначчи от локального лоу к локальному хаю, то мы видим, что прямо сейчас дэш к биткоину находится на уровне золотого кармана. 61.8 по фибоначчи. То есть в рамках опять же здорового тренда. Вот у нас импульсная волна, вот коррекционная. И вот мы сейчас заряжаемся походу на новую импульсную. Если опять же удерживаем этот уровень. Если, конечно, его не удерживаем, то следующая цель 78.6. Но пока выглядит все так, что мы можем очень даже неплохо удержать этот уровень. Тем более, вот у нас предыдущее сопротивление было опять же вот здесь. Так что, друзья, не знаю, многие паникуют сейчас и продают. Я лично ничего не продаю. Я считаю, что вот именно на такой панике и надо как раз заходить, когда все красное, а не когда все зеленое. Вот опять же, посмотрите, как этот уровень к биткоину отрабатывал как сопротивление долго. Мы его не могли пробить. Вот здесь, вот здесь, здесь в итоге пробили. И вернулись сейчас на ретест его как потенциальной поддержки перед продолжением ракеты. Так что примерно вот такие вот мысли. По другим альткоинам очень похожая картина. Даже смотреть не буду. Ребята, я после переезда сил на самом деле не было не то, что делать в видео, а даже пальцем шевелить по трекпаду. Но я себя пересилил, сделал это. Надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну и в подтверждении своих слов показываю, что я все еще нахожусь в своих лонг позициях на Bybit. Как по Ripple, так и по биткоину. И по эфиру, который тоже, кстати, неплохо начинает отскакивать, по-моему. И по Dash, тоже, естественно. И по латкоину, и по всем остальным, ребята, позициям. Просто хотел вам напомнить, что рост не бывает безоткатный. Рост состоит из коррекций. Это надо понимать. И если вы хотите быть успешным на этом рынке, то не надо торопиться как со входом, так и с выходом из позиции. Нужно плавно, постепенно дожидаться хороших зон, реаккумулировать. И также плавно разгружать позицию по мере роста цены. Это золотое правило в трейдинге, друзья. По золоту еще что можно отметить. Золото вроде начинает отскакивать, наконец-таки. Золото торгую на биржах Femex и PrimeXBT. Похоже, что мы все-таки удерживаем вот эту трендовую. В общем, друзья, завтра выйду в эфир с более подробным обзором ситуации. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что вы думаете. Всем удачи, торгуйте аккуратно профитролей и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok